итак доброго всем вечера я начинаю свой стрим как я и обещал сегодня нас ждет dungeons of dreadmore игрушка я в нее уже немножко поиграл записи этого есть но я не смог далеко в нее пройти и на самом деле на данный момент меня больше волнует некие технические вопросы самой записи нежели процесс стрима потому что если уж что то и делать то это надо делать качественно если кто не знает эта игра про убивание монстров и добывание из них шмоток я думаю вы если вы никогда не видели вы сейчас все быстро поймете я сам играл в нее крайне мало и поделиться опытом каким-то богатым я не смогу поэтому буду учиться по ходу действия я играю вот с этим режимом то есть если наш герой погибает то нам приходится начинать игру все сначала так давайте начнем у меня уже есть тут скажем так пресет наших скиллов которые я использовал в прошлый раз и в принципе мне он понравился и я все равно не знаю какие здесь скиллы что делают их достаточно много и это надо читать мне не хочется это читать за кадром а в кадре это будет слишком уж скучно так я выбираю навыки владения меча магический магии викингов мастер брони кузнец магия какая то вручка огненная насколько я не ошибаюсь потом археология и магия закона что или магический закон что то типа того переводится вот это вот м умение так я думаю мне надо закрыть в контакт потому что он очень долго будет вам надоедать своим шумом так давайте начнем я буду играть красноволосый девицы и ник у нее будет в стиле предыдущих частей а именно а 6 если я не ошибаюсь шестая попытка так мы начинаем начинаем мы всегда в одном и том же месте грубо говоря в подземелье первого уровня а их тут всего больше сорока уровней и начинаем добывать все что плохо лежит вот эти машины я так понимаю нам дают то что я выбрал кузнеца это крафт машины вот это нам дает археология я не знаю виден ли возможно ли прочитать текст на стриме я хоть и выбрал их максимально доступно для моего компьютера качество записи но если не видно я прочитаю ноу тайм фу лав доктор джонс и кто понимает это отсылка к индиана джонс это его шапка так собственно больше у нас ничего и нет шапка джонса и самое самое худшее обмундирование которое можно себе представить это броня и какой то совсем уже дурацкий деревянный меч так вот мы нашли гриндер да гриндеры я люблю со времен майнкрафта давайте посмотрим вообще какой крафт предлагает нам игра его здесь очень много это вот крафт вот такой это крафт вот такой секой так это было так это крафт брони и чтобы что то нам крафтить в игре нам нужны сами аппараты непосредственно вот эти нам дает кузнец то есть мы уже с самого начала игры можем обрабатывать руду и превращать слитки в какую то полезную броню но для этого нам все равно нужно найти эти слитки добыть тут много достаточно видов этого ресурса сталь алюминий железо бронза ну в общем все что вы знаете из майнкрафта если вы играли когда-либо то здесь все это есть в принципе даже есть пластик я был очень удивлен но есть броня из пластмассы копер тин алюминий голд силвер электром я даже видел но я не буду сейчас увлекаться рассматриванием крафтов так вот эта машина это гриндер то есть сейчас мы подумали я его поднял и еще но он не стал доступен это достаточно приятно найти в первой же комнате так вот они монстры которых мы и будем собственно убивать я использую магию силу магической стали если я вспомню как это делается это нам дает умение магии викингов он усиляет наше оружие с помощью маны и мы всех можем крушить вообще без каких-то трудностей и трудности на самом деле больше не уроне а в нашей выживаемости по крайней мере прошлые разы которые я играл у меня были проблемы с том что меня просто убивали за несколько ударов то вместе мы куда мне следовало бы и так вот топорик он наносит 3 рубящего урона против двух да вот я не знаю как четко это опять же видно тут очень много всяких параметров это не какой нибудь там skyrim это настоящий олдскульный хардкор так мы берем топор о параметрах я буду скорее всего рассказать по ходу действия которые будут появляться и на что собственно и будет играм обращать мое внимание собственно весь игровой процесс уже должен был быть ясен из первых минут я прошел то есть все что мы делаем это мы ходим блин я не знаю слышно ли на записи мою кошку но она всегда портит все общение в skype и любых звуковых коммуникаций к сожалению я не могу ничего с ней сделать ничего нет функции без звука или какой нибудь такой поэтому извиняйте если она сильно мешает так вот весь игровой процесс уже должен быть для вас ясен потому что все что мы здесь делаем это мы ходим вот по таким вот лабиринтом простеньким лабиринтом простеньким и собираем вещи суть игры пройти собственно все уровни которые здесь представлены а их доядрений феней не меньше я доходил по моему до третьего в прошлое свой стрим или до второго но самая удачная моя попытка это 4000 очков 4 с чем то я постараюсь сегодня побить этот результат тем более что не гоже ухудшать свой лучший результат а идти все таки же вперед так ну как мы тут разбивать сундуки то практически бесполезно из них в редкость что то выпадает так портал последняя моя попытка закончилась смертью когда я пытался путешествовать между измерениями все шло вот примерно вот так вот как вы видите да так и мой герой набрал целых 276 очков ну давайте посмотрим да это второй с конца моего результата лучше 4000 очков ну что ж начало сегодня примерно такой же как и в первый раз так что давайте повторим все что я уже делал и на этот раз назовемся а7 хотя я не уверен что все таки я правильно веду исчисление своих попыток в этой игре но это ничего страшного и опять мы начинаем заново я думаю что лучше избегать все таки каких либо порталов непонятных потому что это всегда закончивается примерно одинаково вы уже поняли как лучше бы так не делал последовательно аккуратненько проходить до тех пор пока я не буду чувствовать себя совсем уж ультра нагибатором в самом крутом шмоте да я остался без гриндера а гриндер это очень приятно потому что он позволяет дробить найденную броню допустим вот мы найдем вот что то такое и можно получить будет ресурс из которого мы сделаем что то лучше но в любом случае нужно очень много рецептов находить насколько я понял если кто то вдруг намного опытнее меня в этой игре то обязательно расскажите мне какие то секреты к сожалению вот еще один очень важный момент стримов который я на данный момент выпускаю из вида это конечно же чат к сожалению я абсолютно не знаю как как его сделать чтобы было удобно читать мне и писать вам поэтому извиняйте пока без чата я думаю что если максимально волнующий меня вопрос со звуком и видео разрешится я буду более менее удовлетворен этим качеством которое у меня будет то я обязательно займусь чатом и прочими уже приколюхами так цилиндр я знаю что этот цилиндр он используется в крафте каких то вещей но каких именно я без понятия так у нас здесь пчела бешеная я не знаю какая она но как я уже сказал проблема с уронов у меня нету под этой аурой я просто выношу всех по крайней мере в ближнем бою кроме тех кто успевает убить меня впервые с одного удара и надо наверно как-то увеличивать свою броню или уворотливость так потому что иначе мои похождения будут заканчиваться быстрее чем начинаться это первый level up на сегодня и я возьму кузнеца навык кузнеца прокачаю если ну я буду считать что вам видно мне так будет удобно чем каждый раз оговариваться так вот это прокачка кузнеца дает увеличение трех параметров а именно жизни собственно самого навыка кузнеца то есть мы сможем делать вещи лучше к сожалению я этим почти никогда не пользовался хоть я и очень люблю крафтить я просто обожаю крафты в этой игре он просто бесподобен и еще какой то оранжевый значок я сейчас посмотрю собственно что это за значок итак вот да я уже помню что это за значок это лучшее обезвреживание ловуши итак вот первый раз мы за сегодня находим шкаф с рецептом то есть скрафтить что либо без рецепта не зная рецепта в игре мы не можем и вот такие шкафы нам помогают узнать их к сожалению слишком быстро помелькнуло я не успел рассказать в чем там суть в общем первые четыре значка это то что нам нужно потом отдельный значок ближе предпоследний это в чем в каком инструменте производится крафт ух ты никогда не видел что это за штука вот если у нас ее нету то следовательно мы не сможем использовать найденный рецепт отмычки сэндвич это хорошо но этот меч бесполезный в принципе у нас точно такой же есть а вот топорик так вот этот классный рецепт я очень хочу сделать его странно очень быстро пропадают так что мне все таки придется открыть крафт и показать но для удобства здесь есть очень классные такие вот кнопочки мы нажимаем просто вот это и нам показываются те рецепты которые нам доступны ввиду нашего навыка крафта то есть вот здесь видно единичка кузнечика а вот это с двоечкой то есть если бы я не прокачал кузнеца вот этот стальной топор я бы не смог скрафтить или вот эту пластиковую броню меня не перестает все таки радовать наличие пластиковой розовой брони в игре я правда не встречал ни разу пластика и не очень представляю как вообще его добыть но обязательно в этом разберусь так я постараюсь найти тот топорик рецепт того топора наверно у меня на него нет скилла сейчас да на него нужно иметь шестого кузнечика и он имеет аж 36 урона также сталь и двойной короче топор с двумя лезвиями сейчас мы посмотрим как крафтится топор с двумя лезвиями и это где-то здесь вот чтобы скрафтить топор с двумя лезвиями нам нужно два топора с одним лезвием которые мы можем скрафтить так я не пропустил по моему этот рецепт где-то здесь в самом начале вот только я они очень похожи я не особо понимаю какой из этих топоров нужен для того рецепта это такой fine iron axe а это просто iron axe я думаю что подойдет и простой но чтобы его скрафтить нам нужно железо и рот iron axe да я к сожалению не могу переводить все точно аж тем более произносить прошу сразу за это меня извинить и чтобы сказать вот этот вот стрёмный железный меч нам нужно просто два железных слитка как видите кафт здесь просто потрясающий кто знает я обожаю хардкорные крафты вообще хардкорные вещи поэтому обожаю эту игру прям всем сердцем и вообще влюбился в нее когда узнал о ней так еще часто встречаю здесь софтбол то есть мячи бейсбольные моих можно использовать в виде метательного оружия но никакого резона пока не вижу итак мы находим платину платина это хорошо это полезно но надо не умирать это болты я не планирую использовать арбалеты мне не очень не нравится просто поэтому считаю что это абсолютно не нужны для меня вещи к сожалению опять же я не знаю можно ли их разобрать вот в гриндере чтобы получить какие-то материалы расходные по крайней мере само по себе здесь нету рецепта для разбора стрел и я подозреваю что их можно найти так электрум электрум тоже где-то используется я абсолютно не знаю не знаю ни одного рецепта разве только что показанный топор 5 минут назад и собственно все не вижу пока особого смысла пытаться запомнить все рецепты тем более что их список более чем доступен и с любой момент их можно посмотреть так зеленый странный человечек вот на этой ловушке себя практически убил дошел до нас уже еле живем так у меня я нашел такую астро шапку астролога она естественно для мага насколько я помню насколько я помню она дает манореген больше да на 4 или больше маны но я решил отказаться от использования магии как можно больше не потому что я против магии просто мои первые попытки сделать некого гибрида из персонажа который бы и мечом махал и фаерболами шмалял ни к чему хорошему не пришли по одной простой причине что вещи которые мы одеваем они помимо положительных эффектов имеют и отрицательные одевая вещи на воина мы теряем силу магии наоборот так же по моему и с прокачиваемыми прокачиваемыми умениями и это они просто друг друга сводят на нет итак мы находим квест да здесь как таково нету ни сюжета не квеста ну который бы нас вели мы просто находим случайные квесты в которых нам что то нужно сделать я не читал их наверняка там много сарказма и юмора потому что эта игра на этом и строится если вы знаете английский язык вы найдете много прикольных фразы или описаний и это не может не радовать так по моему это уже второй level up если я не ошибаюсь я прокачаю мечника то есть я прокачал здоровье у меня стало больше здоровья и теперь у меня еще больше урона так здесь кузница я никогда еще не встречал их но что то здесь можно сделать можно положить туда Эквип как таковое вы видите здесь нету никакого интерфейса этой кузницы и положить на кузницу наша вещь так у меня еще все еще бывают мисклики и это вызывает немного неприятных вещей и положить вещь на кузницу это просто положить вот так вот ее в этот слот и да действительно я оказался прав и наша броня вроде как стала лучше при этом кузница сломалась видите все просто и можно даже сказать интенсивно понятно тут здесь какая то надпись но она испорчена ее невозможно прочитать возможно что то можно применить какое то заклинание или вещь так железо первое по крайней мере что делать железом я знаю так а вот здесь вот скажем так фразы без половины букв и на видео я не стал в первый раз пытаться разобрать что же здесь написано рано или поздно мне это удастся но тратить двадцать минут на это я не собираюсь итак это уже лестница ведущая на второй этаж я туда не пойду потому что насколько я понимаю вообще смысл роги лайк игр это как можно больше исследовать доступного нам пространства потому что торопиться пройти на следующий уровень нет никакого резона потому что там уже более сильные враги их еще больше и скорее всего мы просто умрем будучи недостаточно сильными вот эта штука я не знаю это ловушка так я поднял пояс но не отдел его я кстати не знаю возможно ли здесь увеличить инвентарь наш какую-нибудь сумку или багаж найти но он достаточно маленький и так сказать абсолютно все с собой у нас не удастся вообще я хотел вот эту вот палку которая вместо моего дурацкого теряного меча одевается она даже одно здоровье нам добавляет если я не ошибаюсь отравляющий урон да токсичный урон и урон крашен то есть рубище по-моему я правильно понимаю смысл этого слова в данном контексте также по-моему я все таки уже все обошел на этом уровне если верить мини карте то вот здесь уже все тупик может быть и нет так ловушки видите с прокачанным навыком кузнеца я практически все ловушки способен просто взять и унести с собой не не играя в такую лотерею с шансом на обезвреживание что однозначно лучше поэтому кузнец навык кузнеца понравился мне пока что больше всего вот такую штуку я уже встречал три руны вот и три слота я так понимаю в зависимости от того в каком порядке мы их выставим такой результат мы и получим вот видно что вот это какая-то сложная ловушка и она не хочет обезвреживаться сразу но нам все нипочем мы разбираем абсолютно все на своем пути за это дают опыт мне нравится обезвреживать ловушки так это автомат с едой тут все очень дорого у меня всего 50 золотых а тут за какую-то не знаю за нет смотрите простое мясо всего пять стоит достаточно дешево но я предпочел найти куб харадрика или харадрика я не знаю какое правильное ударение но я всю жизнь что как харадрика меня не волнует если это неправильно так здесь dimension кей так это путешествие в пространствах так вот и последняя моя попытка в прошлый раз не сегодня собственно и потерпела неудачу когда я воспользовался вот этим вот подпространством все шло очень хорошо до тех пор пока я не захотел вернуться в нормальный мир я наобум ввел там код да мне очень сильно повезло тогда и сейчас объясню в чем я не буду пока заходить в то пространство и просто расскажу вам что же там там небольшая комнатка и портал но портал не работает сам по себе туда нужно ввести некий код то есть от балды его не придумаешь этот код так что-то он не хочет открываться почему-то то есть закрытый я не могу его сломать странно потому что раньше я мог ломать но возможно какой-то супер заблокированный сундук отмочки и ключ у нас закончились вы видите что на втором уровне тут уже намного больше противников и они намного сильнее я уже теряю свое здоровье давайте сожрем куричу и будем надеяться что что выживем хотя это знаете у меня совсем уж и обоснованная надежда потому что жизнью бывают с нечеловеческой скоростью я надеюсь просто затанчить это все уроном то бишь перебить быстрее чем убьют меня а у меня есть сэндвич сожрем мой сэндвич и наше здоровье все равно бывает как не знаю что я даже не знаю какое можно подобрать слово столь быстрой потери здоровья ну и так похоже ситуация безвыходная ничего не остается кроме как драться до последнего надежды на спасение так какой-то корешок который для всего одну жизнь и яйцо ну давайте попробуем яйцом себя спасти или или можно можно сделать вот так вот да у нас же есть огненная магия про которую я почему-то только сейчас вспомнил возможно сейчас ситуация была бы намного лучше если бы я сразу по области применил бы ее и вот этих дуралеев бы спалило ко всем чертям но я все еще жив и у меня потихонечку восстанавливается все-таки здоровье а вот этот почему-то не спешит на меня напасть поэтому нападу-ка я на него сам так он даже не сопротивляется отвернулся от меня видимо обиделся и позволил себе запинать здесь ух ты вот этого я еще не видел зомби круто и почему-то они тоже от меня убегают надо показать кто здесь главный и я рассказывал про вот эти вот пространства и так там есть порталка в который нужно ввести код то есть никаких кнопок типа отправиться туда-то там нет просто окно ввода для текста и в прошлый раз когда я играл буквально за минуту до того как я нашел этот портал мне встретилась на стене надпись такая переливающийся граффити с просто набором 15 символов лишенного какой-то смысла просто как будто кто-то код прошелся по клавиатуре и вот получился такой вот набор символов я не знал для чего он но когда я увидел поле для ввода пространств я решил что это именно то что нужно записал себе на листочек его ввел и действительно портал засветился по-моему черным и мне открылся проход такое интересное измерение в принципе там все было хорошо я прошел собрал много луда победил многих врагов но потом я столкнулся с проблемами что я не знаю как выйти из вот комнаты в которой оказываешь то есть если до того как я путешествовал в пространство я мог выходить то после посещения иного мира мне сказали что ты не можешь там что-то ничего делать тут я ввел наобум какие-то символы в портал меня отправило какое-то подобие ада там было врагов 10 сразу же и я там просто слег без каких либо шансов на выживание так ну открываем новые рецепты перчатки перчатки пиромана наверняка они как то связаны с огнем возможно у нас там магия огня какая-нибудь прокачается или еще что-то в этом еще разбираться и разбираться по моему по моему я вот здесь могу пройти и собрать то что вот лежит там посередине видите что ловушки некоторые просто сразу открываются и видно что это за ловушка так арбалет но я не хочу использовать арбалет совершенно я предпочитал магию как раз таки магию огня я и взял для сражений на дистанциях а в ближнем бою использовать именно рукопашный бой так я по-моему уже брал какой-то нет мне нужно это окно а квесты прогресс так я абсолютно не разобрался как выполнять эти квесты он за undefeated то есть тут стоит какой-то крестик нет абадон нет я так понимаю что вот в этой ячейке должна стоять галочка если я выполню этот квест но пока я не выполнил ни одного и не совсем знаю механику выполнения квеста итак тут какой-то странный дядька с амеди давайте-ка мы его пнем ну в ответ он пинает нас такой бодрой веселой походкой но не наносит особого урона так чиз ну из сыра естественно готовится еда которая восстанавливает больше здоровья чем всякое всячина которую мы можем просто найти если только нам не повезет и вот эти ребята по-моему обладают магией и я куда-то не туда по-моему наколдовал и вообще лучше бы все-таки мне использовать вот это вы наверное заметили что без бафа на урон я убиваю с трех или более ударов врага нежели с одного двух так это итак бутылка с вискарем ну короче пивас восстанавливает нам ману и так а как же мне теперь атаковать да вот все пошло дело нужно так он какой-то странный я еще не встречал такого и по-моему я могу на него попасть все надо все-таки полечиться мясцом да видите мне не так уж и много то того чем я могу восполнить свое здоровье обычно тут всякая просто ерунда допустим зелье давайте мы его выпьем и у нас появляется вот такое отравление алкогольное отравление у нас на меньше на 3 здоровье меньше мана меньше еще чего-то меньше и скорость перемещения меньше да то есть мы набухались и мы больше ничего нам это не дало к сожалению так давайте просто включим вот это вот заклинание я люблю держать его просто всегда включенным хоть оно и потребляет ману каждые вот шесть шесть шагов скажем так или ходов может вроде бы здесь полностью пошаговые режимы а не только когда я сражаюсь так это смерти в принципе это не самый страшный соперник потому что смерть можно убить достаточно легко без потери здоровья а вот уже такие какие-то странные существа убиваются намного дольше даже с моим супер супер викингской магией но зато я получаю лавала так давайте посмотрим что же мне предлагают тут на прокачку вот это заклинание оно скажем так при как бы это сказать на русском то в общем станет врагов на какое то время они не смогут до нас добраться с youtube добавляет 40 да я еще не могу понять что из этого скажем так заклинание которое мы используем а что просто единовременная добавка к нашим показателям то есть нет никакого значка что это пассивное умение или активное допустим вот если кузнец был пассивным то есть его достаточно было прокачать и все то допустим вот это и это вот это это уже заклинание и фиг его знает я так понимаю что вот что со значком магии это заклинание а все что без это просто пассивный бонус нам скорее всего я ошибаюсь но что поделать так давайте прокачаем нашего кузнеца еще потому что я хочу все таки опираться на те вещи которые скрафтил сам нежели на то что найду так есть рычаг дернем его какая то ловушка активировалась по моему вот это я как то просмотрел но мне все равно от этого не жарко не холодно а вот здесь видна вещь которая закрыта столбом на самом деле ориентироваться нужно просто на мерцание вот на это то есть это очень тролльная такая тактика разработчика скрывать какие то предметы стенами так давайте сюда лучше поставим посох посох ослепления насколько я понимаю если его применить на врага то он будет просто промахиваться но в реальном бою я его никогда не использовал потому что реальный бой для меня всегда заканчивается в два удара и это там мы уже были там все собрано давно ну эти враги уже не представляют для меня никакой опасности еще с прошлого стрима когда я понял что легко их могу убить даже самым дурацким оружием имея вот этот баф я перестал их бояться а вот тех кого я еще не встречал я боюсь потому что фиг их знает какой то эктоплазменный accession это я даже не знаю как перевести но давайте мы его все таки убьем по быстрому потому что тут подходят какие то ребята они явно хотят подраться давайте попробуем его магией шандарахнуть баф на нас еще есть и теперь уже будем пинать его руками они пусть горят в это время и вроде бы эта тактика даже успешная у меня потому что я раскидал их кое-как но раскидал так съедим-ка вот эту штучку ага всего три здоровья дает но это лучше чем ничего и вот уже лестница на следующий этаж где я абсолютно не чувствую себя ну утанкованным в щи и способным уничтожать все и все потому что даже на этом уровне противники не такие уж и простые допустим вот этот зомби он и убивается долго и наносит урона так что же у нас есть поесть давайте так нет стрелы мы съесть не сможем съедим вот это и вход в барах у нас закончилась вообще какая-либо еда и наверное надо поискать способ ее добычи потому что так вот есть еще кусочек мяса простой кусок мяса да вот вы видите есть фреш стейк и грилд стейк они восстанавливают разное количество здоровья это десять а это семь то есть в прошлый раз я встречал гриль на уровне и в гриле можно пожарить мясо и оно будет восстанавливать боль так что это было я знаю что это магазин но что это вот это вот на экране неужели вот это вот сдает такие странные эффекты так и я не хочу в магазине кто это неужели это неужели я атаковал нечаянно продавца а это его такие братки да я честно не понял что произошло в этот раз все шло хорошо до тех пор пока я не куда то кликнул и и все но у меня на этот раз рекорд да 5200 это лучший мой результат давайте попробуем его улучшить еще опять же тот же набор умений и практически тот же миг только теперь мы а8 да вот такой вот он хардкор это вам не в креативе сидеть так вот эти штуки сатани сатани сатанические или как пентаграмма пентакли как правильно назвать телепорты дьявольские они обычно переносит нас в далекие края карты где много лута по крайней мере мне так показалось так надо включить баф баф это хорошо а вот это что а вот это какая то это дебаф так ладно дебаф так дебаф он спадет хоть он и на целых там сорок с чем то ходов повесился но ничего страшного тем более тут особо особых соперников на первом уровне я уже не вижу если только это не какие то особенные которые вылазят из каких нибудь коробок или прочих мест куда не нужно нажимать или заходить вот а так в целом тут все просто уже кроме ловушек видите много ловушек я не могу обезвредить пока что без навыка кузнеца и я отхватываю больше от ловушек нежели от таких вот ходячих противников так мне выпал меч ну так он снижает снижает какой то параметр на два желтый я в упор не вижу здесь по моему это вот это а короче редутс скажем так неохота не заморачиваться с английским произношением да и в общем если одеть тот меч то противники будут меньше уворачивать точнее у них будет не будет шансов или будет ли шанс вернуться редутс да по моему это означает что наоборот будет больше шансов то есть если эффект отрицательный на оружие то есть да они будут чаще доджить наши атаки иначе бы там не было минусов логично же все и я не знаю стоит ли одевать тот меч вообще потому что когда будет счет идти на удары сильным врагом приятно будет увидеть что он увернулся в самый неподходящий момент тому как отхватили по полной так мы вернулись туда собственно откуда начали только уже своим расходом не магическим и вот какие то сланцы флип и еще какая то статуя 0 пайсов литфиск честно я абсолютно не знаю что здесь надо сделать я понимаю что у меня ноль как какой то лютфиска что это я не знаю видимо этот лютфиск сюда нужно тащить если найдешь но окей буду знать пока же я нахожу только пивас и прочий хлам который не очень помогает мне выжить если оценить мои предыдущие две попытки так но хотя бы ловушечки хорошо обезвреживаются и я нашел еще одну булаву который дает точно такой же минус к нашей точности наверное лучше так сказать собственно тут вот этот меч вроде как чуть лучше нашего меча давайте оденем я не вижу пока надобности пока вся проблема в том что мы если влипаем какие то передряги то эти передряги заканчиваются в течении одного двух ходов буквально для нас так вот мы словили очень много дэмэдж ловушки какой то я все таки слишком самонадеянно тут их обезвреживаю в надежде словить опыта и при этом получающие уроны достаточно много что это воображение воображение остается представить как герой ходит с таким вот чепчиком так давайте вот сюда дойдем тут денежки ловушки да и видимо что нас переместили достаточно далеко от того места где мы были и мы да у меня бывают в этой игре проблемы когда я кликаю куда то не туда куда хотелось бы и начинают происходить странные вещи которых я бы не хотел но все таки бывает потому что не хочется вымерять миллиметраж кликов ух ты вот здесь реально дофига всякого всячина и сундуки просто валяется в общем рай барахольщика так собираем все что плохо лежит пока нам позволяет инвентарь а дальше уже будем думать так да видимо эти dimension key как они здесь называются то бишь портала не такие не такая уж и редкость как мне показалось в первые мое прохождение то есть особо радоваться этого не стоит тем более так уж больно велика там умереть мне хочется все таки снизить мою умираемость и увеличить мою да на благо проходимость карт так давайте-ка сюда огнецом и разберемся с остатками и все просто да первый уровень уже не представляет никакой опасности а вот рубин я помню я помню в прошлой игре находил рецепт в котором участвовал рубин это перчатки пираманта там были по-моему простые перчатки рубин и два еще чего-то чего я не помню уже не помню но я не думаю что важно помнить саму рецепт тем более если он не скрафтится вот так вот в этом рецепте участвует такая батарейка вот которые я находил в прошлый раз а вот этот так давайте посмотрим опять же что тут мне предлагается сразу возьмем хэф скилл и хэф ингредиент чтобы видеть и то что я могу скрафтить по скилу и то что у меня есть из ингредиентов вот допустим из цинк бленда цинковая смесь можно сделать цинковый слиточек давайте мы его сделаем так собственно а вот допустим из алюминиевой трубы можно сделать шиф честно я не знаю как переводится шифт но похоже на какую-то типа заточки кинжалами хотя я могу очень сильно ошибаться на этот счет и поэтому я крафтить шифт непонятно зачем я не буду тем более что применение трубе возможно будет поле полезное какое то но для этого нужно найти больше шкафов так вот видите противник столько ударов с доджем и это именно из-за того что у нас теперь меч на который шанс то увеличивает итак открыв дверь мы получили level up давайте на этот раз изучим что то другое что то новое допустим вот эту вот взрывная руна которую мы помещаем я не без понятия как она действует собственно давайте проверим выберем ее и вот кликнем сюда так мы выбрали руну и да она работает ровно так как и их то нет немного не так то есть это не просто взрыв на одной клеточке это сразу поджиг такой большой большой площади и да я теперь всегда буду использовать наверное эту руну вы видите просто огромную площадь и кинуть такую руну в толпу и это просто божественно так я тут поднял колечко я поднял колечко где оно я точно видел такую вот круглую да вот оно оно дает два синих чего-то voltage он ли это или это не он я не вижу какая цифра увеличивается от этого кольца по моим ощущениям вообще никакая но одеть кольцо лучше чем не одеть скажем так да пока у нас нет какой-то альтернативы мы будем использовать это кольцо возможно по ходу действия я и узнаю что же она делает какая-то мишень абсолютно без понятия что она делает она просто висит так где-то тут был выход так о золото я уже только что заметил что уже набрал 600 монеток и в принципе 600 монеток это даже не достаточно чтобы посетить лавочника потому что я когда был там там цены начинаются по-моему от тысячи и выше какие-то такие нормальные а дешевле по-моему даже ничего и нет и так какой-то церенитля так давайте сделаем вот так вот чтобы видеть то что у нас есть в плане ресурсов так вот мы можем даже делать бомбу из пороха но не удивительно не удивительно так да видимо это это моя попытка будет последней потому что вечер и компьютер нужен всем но я обязательно продолжу проходить эту игру в следующие дни но не будем грустить раньше времени потому что попытка еще не закончена и вот я могу скрафтить цинковое кольцо из цинка как ни странно оно даст нам целую одну жизнь давайте посмотрим что вообще можно скрафтить из цинка то есть из цинк это так цинк 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 слишком очень они похожи на вид как вы видите что цинк что тин что по моему можно только по самому рисуночку на этом слитке определить что цинк а что не цинк и если судить по такому принципу то из него я чуть не вижу чтобы еще что то крафтилось похоже цинк это только кольца возможно какие то амулеты если они здесь есть они же здесь есть да есть амулеты так все не хочет закрываться да особо полезно применить цинку нет так что все таки давайте скрафтим то кольцо дурацкое одна жизнь шикарно шикарно ну все теперь то я не победим с одной дополнительной но по крайней мере это больше чем вот это непонятное кольцо так по моему я пришел вот с этой ловушки о магазин давайте не будем вот раз обходить курстором мышки все таки то пространство и так дом бай 40 а как открыть полный мост я как то по моему открывал список цен не видел ли так если на тебя нажать чувак ага просто нажать то он предлагает что то купить а вот здесь в скобочках видно что совсем аж косею цены то есть какой то более менее такой прикольный щит стоит аж целых 2 300 вот эту вещь он закрывает собой то кук бук little red кук бук и я не вижу допустим в крафте чтобы нам требовалось лечить вот эту книжку с рецептами так по моему это уровень уже близок к завершению в том плане что я тут уже практически все исследовал там по моему статуя мелькнула я краем глаза увидел статую какую то давайте сейчас туда пройдем вот по моему я еще и не тыкнул и это просто 50 опыта и сыр но я все таки рассчитывал получить что то более полезное чем 50 опыта хотя возможно опыт в этой игре наоборот самое полезное я не все таки далек от того момента когда я могу сказать что я эксперт в Dungeons of Dreadmar так вот у нас есть Keep a Barion Poison он делает сапфира зелья маны аква витая ну это короче витая какая то вода и серебра и возможно какая то освещенная вода вода в этом сундуке можно сделать такое зелье к сожалению не видно что это зелье вообще делает и я так подозреваю есть обязательно есть база со всеми крафтами и так далее ух ты вот это прикольно такая рокерская кофточка делается из двух алмазов и простой кофточки магма мейс тоже очень круто на вид рубин у нас уже есть осталось только Fine Iron Maze сделать и Infernal Poison где то найти ну естественно наверняка нам нужен высокий уровень кузнеца для всего этого ух ты опять вот эта штука так что же в этот раз туда положить давайте попробуем меч может быть меч станет совсем уж крутым и он по-моему не оправдал ожиданий и дает всего лишь одну да он дает бонус к манорегену это манореген абсолютно не могу различать вот эти два значка в общем он компенсирует какой то штраф вот на этой вещи да у нас по-моему нулевой манореген становится ну по крайней мере не отрицательный возможно вот это вот потребляет хотя я не уверен как работает баф в плане потребления маны то есть то есть насколько я понимаю он просто потребляет 6 маны на и по одному вход тратит а потом опять потребляет 6 маны так какое то зелье пивас еще что то не особо полезное так а вот тут уже ну видите вот такую штуку у меня уже есть и польза от того что я ее нашел никакой лучше бы я нашел гриндер или еще что то но копер и айрон это круто и как вы видите я уже не могу поднимать это очень плохо и когда я играл в прошлый раз я находил кук храдрика и в него можно сувать было все что угодно и из этого получалась еда на один пункт это мало но с учетом того что можно было засунуть абсолютно любую вещь самую самую ненужную как бы мне просто ее допустим вот так давайте отсортируем как бы мне уничтожать вот эту вещь чтобы она выкидывалась не устанавливалась она просто выкидывалась к сожалению это я пока тоже не знаю так троп не хочет подниматься почему то что происходит у меня же есть слоты поднимись так поднялась это это выкинулось так запутаешься здесь так вот уже с четырех видов даже пяти какой-то Рерден видимо какой-то магический я так подозреваю так из гаметита да у меня нет так или все-таки есть гаметит еще здесь или как-то так из гаметита можно сделать железо так ну собственно давайте сделаем и хм похоже крафт он еще и потребляет ману так что давайте выключим вот это выпьем пиваса под под регенем маны это я поднимать не вижу смысла хоть и поднял это я тоже не знаю для чего фурна печка то есть даст смелтром молд даст возможно возможно куда можно что-то положить и что-то из этого получить допустим тиногнот если я сюда положу точнее клипную нет ничего не произошло а если вот допустим вот чем-то таким или таким блин хотя бы чем-то нет ну допустим вот этим нет ничего ничего не происходит абсолютно я подумаю еще как возможно эту штуку использовать возможно ли вообще использовать в своих целях может она просто декоративная так этот уровень достаточно длинный по крайней мере я до сих пор не нашел лестницу на второй этаж хотя мне уже что-то хочется все-таки да игра услышала меня и тут же дала портал лестницу точнее даже у меня куча каких-то зелий давайте попьем что-нибудь потому что ох ты на 90 ходов мы стали круты в магии электричества ну ладно так стрелы я выкину интересно возможно продавцу продавать да как то странно звучит эта фраза продавцу продавать нет тому барыги сдавать за деньги всякий хлам надо же придумать какое-то применение не просто заставлять его валяться так надо все-таки включить баф вот поэтому я предпочитаю всегда с ним бегать чтобы не забывать и вы видите что урон сразу же в разы становится сильнее если тут я на нее стрели четыре удара тут хватает и одного с этим бафом и пока что это для меня просто супер возможно там есть и другие умения которые не менее сильные возможно даже более сильные чем это ухта крутой меч да вот крутой меч я подберу так shift клик это просто убирает отсюда иконку то есть не надо так кликать надо shift и цифра нажимать вот что вот это это какая-то у меня это ассоциируется с лестницей если что что это на самом деле я не знаю так давайте оденем крутой меч потому что он крут логично же и проверим что вот это похоже это просто такая текстура я абсолютно разочарован скажем так не найдя ничего в ней так откроем здесь дверь 3 клюва носа так надо бы съесть бутербродик так ну по крайней мере мы уже не умираем от урона а наоборот лечимся и пока пока никаких опасностей нет но как вы поняли это состояние очень шаткое и тут нет такого что ты вот живешь живешь и допустим ощущаешь что слишком слабый и умер потому что ощущал там что тебе не хватает брони или урона но продолжал идти вперед здесь как правило ты шел шел вроде все в порядке а тут бац и умер по какой то причине там какой то монстр или еще что то произошло непонятное или какое то пространство ненужное зашел и плюм давайте съедим плюм чтобы это не было сыр да надо больше собирать всяких шмоток которые даже не шмотки а пищи которые будут нас лечить потому что жизни тратится достаточно быстро если напороться на кого то такого более менее сильного и то есть он это вот эти вот такие вот декоративные монстры они тут совершенно не наносят так это супер крутой уже цилиндр он тоже на голову ха ха да он тоже на голову одевается и он тоже дает вот а стойте нет все равно ничего не меняется этот цилиндр увеличивает вольтаж это резист так это хорошо резист всегда хорошо я как хардкорный игрок в пас оф эксайл знаю что резистов жизни аромора много не бывает собственно здесь ситуация точно такая же здесь мы либо живы либо мертвы воскрешения нету но нужно делать упор наверное все таки же на выживаемость нежели урон что было бы логично так есть какие то бронзовые диски реагент то есть бронзовые диски это реагент для чего то вот это вот не нужно мне так надо опять зайти в крафт потыкаться вот здесь ух ты у меня есть вот такая вот шляпа есть железо я могу сделать железный я пытаюсь прочитать это слово хжаумр да железный хжаумр я могу скрафтить он намного круче тут вообще не показаны звездочки а тут дофига звездочек уже так оружие мне не нужно так может быть еще куда то я могу потратить железо или допустим скрафтить цинк так и с этим у меня проблема в том что абсолютно нет места для ресурсов так давайте все таки скрафтим все что у нас есть так а интересно если он отсортирует он правильно отсортирует то есть сложит если я положу два или это вообще невозможно то есть я не обратил внимание что произошло когда я положил железо что оно автоматически сложилось в одну ячейку или же нет так и вы видите что и стим и коппер можно сделать бронзу ну всем понятен этот рецепт я не знаю нужно ли мне это сейчас но я думаю что по крайней мере я сэкономлю один слот в инвентаре так что да я сделаю себе бронза возможно я найду применение бронзы а возможно и нет и все таки же сделаю наверное самая полезная вещь которую я могу скрафтить сейчас это вот этот к жалмар который я тут же одену отравить все таки магических противников я думаю здесь меньше чем физических хотя скорее всего я все же ошибаюсь эх придется выкинуть шапку Дианы я думаю наверное лучше отказаться от того навыка который нам дает шапку ну зачем она нам да и там какие то умения не особо не впечатлили лучше взять что то нематериальное допустим плюс там что нам даст плюс к здоровью или еще чего то так открыв сундук мы получаем еще один level up так ну давайте изучим полиморфик инжукшн и это скил да это скил давайте вот на этом вот зомбаке мы его и проверим так что то произошло а что произошло давайте еще раз по ходу дела этот скил превращает да этот скил превращает одного противника в другой вид следовательно возможно сможем превратить какого то сурового противника которого мы боимся менее опасного для нас и если это именно так действует как я понял то это просто супер и вы видите мана моя не хочет восстанавливаться абсолютно потому что мана реген мой просто днищенский скажем так простым языком и это связано с тем что я все таки иду больше по ветке махателя мечом так здесь можно использовать фаербол наверное а маны нет какой фаербол он мне говорит давайте все таки отопьем банки и фаербол хочу фаерболов больше так еще какие то навыки а я же мог руну использовать я же прокачал магию но в принципе здесь они и так достаточно сильно поджарились хоть и не до хрустящей корочки но добить их уже не так трудно да и без этого было нетрудно то уж так ради изучения того что вообще я могу здесь понять чтобы понять как работает механика я оговорился что наверняка есть сайты с базами где описаны все навыки все все вообще все абсолютно что можно найти в игре но я не буду этим пользоваться просто потому что весь фан так вот это что такое armor ring то есть это кольцо давайте поменяем по крайней мере здесь хоть что то нам добавляется видимое так вот я не буду использовать никаких бас там с сайтов где бы описывалась механика там или еще что то потому что в таких играх интересно изучать все методом проб и ошибок это увеличит скажем так часы геймплея который подарит вам игра так вот bbq ну вообще это шашлычница его кликаем мясом простым на нем и получаем жареное мясо мне такой принцип взаимодействия с окружающим миром очень нравится на самом деле без какого то ненужного интерфейса так это просто колодец из него можно выпить так то есть и вот мы 93 хода чувствуем себя больными то есть в этом источнике может быть что то хорошее или плохое но как правило по моему плохое и нафига я постоянно пью из него я не знаю пока я ничего не встречал еще хорошего а вот всякое отравление и прочее это сплошь да рядом надо надо накастовать себе вот это так а я не могу его накастовать у меня нет мана да все как то очень уж плохо без маны и надо наверное все таки вместо бесполезного того астро так кто же он геолог вместо геологии взять более полезное что нибудь на ману что бы нам давало допустим больше маны или больше регена маны что то типа такого потому что все таки мана это сильная достаточно в плане точнее магии сильная достаточно вещь допустим взять ту же печать которая просто разрывает целую комнату на клочья так я запутался опять в кликах так давайте здесь разберемся здесь ничего абсолютно нет такого с чего бы я боялся на данный момент я вижу какие то очки странные я их таких еще не встречал также я вижу алюминий ага также я понял что в скобочках указан тип предмет то есть вот это на голову одевается но на голове у меня уже есть мой джахмал или как он там и я не вижу смысла поднимать еще и очки на голову по-моему я их таки поднял нет просто переместил так а вот алюминий я подниму и наверное я вытяну булаву да все таки надо найти способ по-моему так вот просто он выбрасывает в ячейку в одну я могу так просто shift-кликать ровно как и поднимать так и выбрасывать давайте выкинем наверное все что непонятное мне сейчас ну давайте съедим грипп допустим и лобстере тотнес что то там с лобстером связано я стал круче наверное по крайней мере перед циферками нет минусов значит это плюс вот такая вот логика абсолютно непобедимая так давайте идем дальше шкафчики 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 давайте вот сюда печатку сейчас рванет да я надеюсь потому что сейчас там рванет так круто и их все нет ну вы посмотрите он взял и перешел вот нет он все таки вернулся он услышал мою жалобу и вернулся на печать чтобы меня не расстраивать совсем уж и убил тут всех да сел машина и сгорел как говорится собственно это и про вот эта штука что то делает я такую поднимал ну что она делает а throwing class weapon питательное оружие собственно я так и думал первый раз просто не вникал совсем уж в суть так шкафы болт ну болты мне неинтересно так я не использую а это какой то кинжал ну кинжал я тоже не хочу использовать я что то хочу типа мечи или каких нибудь булав таких которые наносят мощный урон желательно чтобы это был критический урон чтобы просто так раз и с одного удара так я нашел боксит из боксита получается алюминий здесь да титан из боксита не получается так странно почему не было этого рецепта но когда я покликал вот на эту кнопку он появился это странно возможно я чего то до сих пор сейчас не понимаю и упускаю извини так здесь еще наверное небольшой будет коридорчик у меня комнат потому что тут достаточно большое пространство по миникарте а может быть и нифига но в любом случае надо все обследовать какое то зелье а хотя нет это не оно не оно так позже так а вот тут сплошные минусы это плохое зелье зря я его выпил так оно меня очень сильно отравляет прям очень сильно прям давайте съедим вот хоть что то такое дурацкое хоть что то что восстановит здоровье так почему тут этот софт так зачем мне вообще софтболы как раз таки не хотел их поднимать лучше сюда еды положить в этот слот и съесть же ее тут же и избежать ух ты брас механизм да я не могу вспомнить как переводится брас я в том в тот раз не мог вспомнить и сейчас не могу но механизмы эти идут в крафте я видел это однозначно и найти их приятно но по моему там нужно двух и более этих механизмов и сундучок обязательно нужен потому что механизм насколько я помню используется именно в сундуке вот в этом давайте уберем вот это и вот это нет я вам наврал они используются не здесь а где а вот в этом чемодане да вот брас механизм а вот и бронза нашлась нашлось применение точнее бронзе а точнее это бронзовый болт и это абсолютно бесполезное применение я не хочу никаких арбалетов пока не хочу здесь есть гаечный ключ и это как ни странно мэйс класс вэпон блин у меня нету вот этого чемодана я очень хочу скрафтить себе гаечный ключ и размахивать гаечным ключом как оружием это просто здорово и эпично так ты какой то а ты не тот ли где же он не могу найти куда то он весь делся вот он лютфиск я же встречал тогда статую которая как раз таки там что то упоминалось про этот лютфиск вот же он то есть вот эта вот штука восстанавливающая здоровье наверное нужно оттащить вот так в статую но я не буду сейчас возвращаться если она мне попадется я уже буду узнать что делать ну здесь абсолютно однозначно нужно печать и просто аннигилировать всех и вся она наносит намного больше урона чем вот эта вот штука и это однозначно круче то есть можно если вот этот фаербол он так просто немножко доставляет неприятности противнику то печать просто разрывает их не оставляет шанс тут бетониус какой то который мне опять таки некуда деть я почему то абсолютно переполнен давайте съедим абсолютно все грибы наверное что обожрёмся в доску невидимость прикольно ай клик а почему не ест жри давай азура пойдет мне абсолютно все равно что ты даешь лишь бы ты ушел из инвентаря моего так вернемся в крафт опять же сделаем так я могу сделать бомбу если я не ошибаюсь но не хочу и и могу сделать железные сапоги краевс честно по моему я путаю перчатки как называются на английском сапоги честно вот я могу скрафтить этот вот топор из которого можно скрафтить другой топор из которого можно скрафтить третий топор и буду ли я крафтить его или буду крафтить сапоги давайте скрафтим да панц эти штаны они причатки все правильно значит я думал давайте скрафтим давайте скрафтим а это шум то есть это штаны а это то есть мы скрафтим и то и другое так 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 по моему он на правый клик да ничего не делает не крафтит точнее чтобы скрафтить нужно нажать вот здесь или что да вот они появились все так что не оденем а куда их одеть то а могу ли я их носить странно ну а возможно вот из-за того что открыто вот это вот да точно вот когда открываешь вот эти две сразу почему-то игра перестает как-то адекватно реагировать то есть видите я не могу закрыть допустим сейчас свой своего персонажа на кресте хотя он подсвечивается только ход кейм это странно явно недоработка ну ладно простим это уж совсем мелочи выкинул вот эти у нас какие-то тапки были дурацкие абсолютно но теперь бронированные чуть более бронированные скажем так уж тогда чем были до этого тут я какую-то фигню активировал когда я был в крафте по-моему я еще и себя и покоцал всем этим делом так что надо восстанавливать свое здоровье так и коль я полез в рукопашку надо использовать значит так что-то как-то плохо мои дела идут если не сказать более я как будто в лип передрягу ни мана ничего сейчас мы это дело постараемся экстренно исправить так сюда печать сюда печать ну или пей еще хотя бы бухай нужна мана до сих пор ее нет куда же она уходит е-мое а блин вот куда она уходит так что до сих пор нет маны так все накастовалась наконец оттюба сваливаем из радиуса все и дальше добиваем кстати это наверное намного эффективнее чем использовать постоянно баф на физический урон потому что если врагов вокруг много то махать мечом как-то совершенно неэффективно потому что мы больше получаем урона чем наносим и по толпе лучше использовать ауе уже в рукопашном бою да я заговорился и вы видите чем это закончилось я совершенно не уследил за здоровьем это моя ошибка так ну собственно это попытка лучше из всех я набрал на 500 больше очков прошел дальше всего скрафтил больше всего убил больше всего и если посмотреть то действительно мои попытки в среднем увеличивают качество то есть первая попытка была 40 потом больше больше но есть конечно провальные некоторые но в среднем видим прогрессию как и в первый мой стрим была прогрессия правда она там была более резкой там было 40 1300 3 по-моему 4000 сейчас она конечно не такая резкая но все же есть следовательно я лучше начинаю играть и это не может не радовать собственно на этом я наверное попрощаюсь с вами и то хочу выразить благодарность всем тем кто меня смотрел если меня кто то смотрел и буду рад вас видеть на следующих своих стримах либо на ютуб канале куда я буду заливать я уже заливаю наиболее